Спасибо. Уважаемые коллеги, всегда достаточно сложно выступать после Евгения Геннадьевича, потому что такой степень академизма с историей. Я, в общем, посвятил какое-то время изучению нейроэндокринных опухолей, нейроэндокринного рака, совсем недавно, но все равно не знал многих фактов, которые были приведены на данных слайдах. Ну и я очень рад, что следующую работу, которую мы сейчас представим, тут есть и практические результаты. Это была работа совместная, в том числе и с Институтом коллапрактологии. Сейчас у меня есть возможность более детально поделиться тем, чего можно добиться благодаря совместным усилиям нескольких учреждений. Потому что сама по себе аналектальная меланома – это ничуть не менее редкое заболевание, чем нейроэндокринный рак. Она встречается даже, наверное, еще реже, а место распространенной меланомы – это, в принципе, нерешенный вопрос на сегодняшний момент в литературе. И нигде, даже в НССН, мы не сможем показать слайды из НССН, как в большинстве других докладов, чтобы посмотреть, а что же с ними все-таки делать. Потому что таковых на данный момент для меланомы, к сожалению, нет. Ну, чтобы общую какую-то характеристику заболевания дать, надо понимать, что это крайне агрессивное заболевание с негативным прогнозом, что основным методом лечения, который присутствует на данный момент в тех метаанализах и в тех публикациях, которые есть по аналектальной меланомии, является местное иссечение. Почему местное иссечение? Потому что, к сожалению, все равно прогноз негативный. Все равно пациенты погибают от ранней диссеминации опухолевого процесса. По крайней мере, такие данные у нас есть. А местное иссечение связано с достаточно высокой частотой рецидивов. Есть публикации, в которых она достигает 90% до сих пор. То есть абсолютно неприемлемая вещь, но, опять же, там возможные реорезекции. Мы сейчас поговорим об этом немножко подробнее. Если мы посмотрим на другие методы онкологического лечения, всех, которые у нас есть в арсенале, то есть лучевая терапия. Лучевая терапия не работает при аналектальной меланоме, хотя к нам до сих пор приходят пациенты, которая совсем недавно была женщина, которая в частной клинике рекомендует. Вот, мне рекомендовали лучевую терапию, но там дорого, я буду лечиться к вам. Там меня консультировал профессор, вот обязательно нужна лучевая терапия при меланоме. Никаких таких данных, конечно же, нет. При аналектальной меланоме, об эффективности лучевой терапии, возможно, какой-то геностатической целью максимум можно назначить, потому что это заболевание гипервосклерозированное, хорошо кровоточащее, но, к сожалению, нет. И вот лекарственное лечение нас тоже несколько расстраивает, потому что, несмотря на колоссальные успехи, которые сейчас, в принципе, в терапии меланома кожи присутствуют, то это не экстраполируется на меланомо-слизистых, потому что те самые волшебные мутации, когда мы можем выявить какую-то мишень, назначить таргетный препарат и ожидать хорошего ответа, при аналектальной меланоме встречаются крайне редко. У нас частота мутации БРАВ достигает 10%, а по нашим данным еще меньше, и частота мутации КИД достигает до 40%, но, опять же, это на все меланомо-слизистых. К сожалению, для аналектальной меланомы отдельно таких данных в публикациях нет. У нас есть регистр аналектальной меланомы, в котором мы тоже смотрим мутации, но, опять же, они были определены далеко не у всех пациентов, только у тех, кто в последние годы проходил обследование лечения. И, опять же, мы не так часто выявляем эту мутацию, и с мутацией КИД ситуация не такая интересная, как с мутацией БРАВ, потому что ответы там, к сожалению, не стойкие. И есть, опять же, иммунотерапия, это, безусловно, хорошо, про нее мы тоже можем поговорить немножко подробнее, но там частота стойких ответов тоже не очень высока, тоже меньше 10%. Иммунотерапия, она работает при аналектальной меланоме, ее можно назначить, даже когда мы обсуждаем на консилиумах пациентов, это, наверное, приоритетный вариант лечения при аналектальной меланоме, диссеминированный, но, к сожалению, не тот, который, как приоритетной меланоме, может быть решающим для пациента и значимым продлить жизнь. И пятилетняя общая выживаемость на круг составляет менее 25%. Что важно, для того, чтобы определить тактику лечения заболевания, нам нужно как-то разграничить те случаи, которые к нам приходят. А вот с этим проблема, потому что большая часть публикаций, которые мы имеем в литературе, они основываются на универсальной классификации редких заболеваний, потому что эти заболевания редкие, мы не можем выделить прогностические группы, если мы не можем выделить, то у нас деление одно, это локализованные формы, местно распространенные, когда поражены какие-то регионарные лимфозлы, диссеминированные. И большая часть литературы ссылается именно на эти публикации. Единственная попытка сделать, ну, не единственная попытка, но такая наиболее распространенная, это создать альтернативную классификацию меланома, которую мы тоже стараемся использовать в клинике с нашими специалистами, которые занимаются этим разделом более подробно. Это классификация Штефану. Классификация Штефану немножко экстраполирована от меланома кожи, поэтому, наверное, здесь с нашей точки зрения есть немножко, ну, как бы лишнего, да, вот глубина инвазии оценивается там в сотых долях миллиметров, от этого мы разделяем стадию 1А и 1Б, что не совсем всегда реалистично определить и идентифицировать в нашей когорте пациентов, потому что понятно, что, может быть, мы стадию 1А когда-то и можем увидеть, если это случайная находка при геморроидоктомии, но мы никогда не наберем такую группу ранее на лектальной меланома, чтобы определить прогностически это значимо на 75 сотых или 1 миллиметр, отличаются ли они по прогнозу. Поэтому мы позволим себе немножко классификацию Штефану модифицировать при нашем дальнейшем обсуждении. Ну, третья стадия – это поражение легионарных лимфоузлов, в принципе, здесь все логично, как и в остальной классификации, и четвертая стадия – это при наличии метастатического поражения других органов. Что мы знаем из литературы, из наиболее крупных исследований, которые у нас есть? Ну, безусловно, как и для большинства редких заболеваний, одной из лучших ведущих ролей играют регистры, и один из наиболее поддерживаемых регистров, к которым мы всегда обращаемся в таких ситуациях, это американский регистр СИР. Там за достаточно большой промежуток времени было идентифицировано всего 640 случаев аноректальной меланомы. Это не самая последняя публикация, но публикация с длительной прослеженностью и публикация, в которой анализировали преимущества того или иного метода хирургического лечения. И здесь вы можете видеть, что трехлетняя выживаемость даже при локализованной стадии составляет всего 22%, то есть это при отсутствии отдаленных метастазов. Все равно график выживаемости стремительно падает вниз с самого первого года лечения. И что достаточно интересно, вот на этом графике, на что мы можем обратить внимание, это то, что при местной распространенной стадии анализирования, но она не настолько ниже, чем при локализованной стадии. То есть как будто бы наличие поражения регионарных лимфоузлов, в общем-то, не так сильно влияет на выживаемость. Вот посмотрите, мы видим черненькую и зелененькую полосу, и они пересекаются. Черные и зеленые полосы на этом графике, это когда мы что-то пытались лечить при аноректальной меланоме или вообще болезнь не удаляли, и никакого толком лечения не было. То есть мы знаем, что полечить-то все-таки нужно, и судя по тому, что графики идут до 200 месяцев, кто-то выживает, но выживает совсем небольшой процент пациентов. Для нас, как для хирургов, важен принципиальный вопрос. Ну что, могу копать, могу не копать? Мы будем делать какую-то большую и серьезную операцию при аноректальной меланоме, или от нас задача только контроль симптомов, выбрать первичное образование для того, чтобы у пациента не было кровоточивости. Я уже акцентировал внимание, что часто это гиперваскулилизированное образование, и на этом передать пациенту на лечение, на иммунотерапию и же с ней. На данный момент у нас есть несколько метаанализов, в которых анализировалось преимущество либо выполнения экстерпации прямой кишки, либо широкого местного иссечения при аноректальной меланоме, но ни в одном из них не было доказано преимущество того или иного метода операции. Соответственно, если нет преимущества экстерпации прямой кишки к лечению операции, то зачем же ее выполнять, если пациенту можно проконтролировать симптомы эффективно местным иссечением, и после этого передать на лекарственное лечение. Вроде как проблема решена, то мы и не должны были бы делать этот доклад, но есть одно но, а никто на стадии не подразделял пациентов в этих работах, потому что подгрупп по стадиям достаточно мало, и вот, например, третьей стадии там практически нет. Это как прогностический фактор, в этих метаанализах не учитывалось. Давайте посмотрим более подробно. Вот здесь вот два графика из тех же самых метаанализов, и мы видим, что выживаемость без местного рецидива, она, это график слева, вы видите, форест-плот, на котором некоторые преимущества, хотя все равно срединную кривую пересекает наше значение в сторону радикальных операций, под радикальной операцией здесь подразумевается только экстерпация прямой кишки, соответственно, то есть местных рецидивов после экстерпации закономерно меньше, но при этом тенденция к лучшим показателям общей выживаемости, это график справа, во всех исследованиях, в пользу, наоборот, местного истечения. Ну, вероятно, за счет дополнительных осложнений, там, утяжеления состояния пациента, которое происходит после большого травматичного хирургического лечения. То есть, да, мы можем как бы эффективно, более эффективно контролировать заболевание местно, но этого не нужно делать, потому что на выживаемости это не только не сказывается, а если и сказывается, то может быть в худшую сторону. То есть, казалось бы, тоже вопрос решен, и не нужно нам делать более широкие объемы операции при аналектальной меланоме. Но вот вопрос, а что же все-таки с пациентами, у которых исходно агрессивное заболевание, есть еще и поражение регионарных лимфоузлов, нужно их лечить. Тут в данной ситуации у нас есть только какие-то серии клинических наблюдений. Но, казалось бы, если агрессивная болезнь, да, даже вот экстерпация ничего не приносит, местно там контроля мы добиваемся, пациент диссеминирует, но на выживаемость это не влияет. Но при этом мы стабильно находим отдельные клинические наблюдения, в которых пациенты, даже при распространенных формах аналектальной меланомы с регионарными метастазами, они живут достаточно длительный промежуток времени. Как нам выделить эту подгруппу пациентов, чтобы их не потерять? Это те люди, которых мы можем фактически вылечить. Ну и мы предприняли поиск пациентов в нашем архиве. Всего мы начали, естественно, для того, чтобы начать какой-то архив, начать введение какого-то реестра, нужна какая-то база. И мы нашли 65 записей аналектальной меланомы, которые за 20 лет лечились в онкологическом научном центре. Часть из пациентов была, к сожалению, потеряна, или они просто консультировали кистологические препараты, находясь на лечении в других учреждениях. Мы не смогли установить их истории болезни. И мы пригласили различные крупные центры в стране, активные клиники, которые занимаются наукой с тем, чтобы ввести вместе регистр. И я как бы не упущу случай. Еще раз поблагодарить Евгения Геннадьевича Рыбакова, потому что МИД-сколлопроктология одним из первых подключился к этой работе. Из всех центров, которые перечислены на слайде, внесли наибольший вклад в общее введение регистра. Таким образом, у нас было 65 историй болезней, записей, которые мы нашли в нашей клинике. Из 45, из других учреждений суммарно в анализ мы включили 93 пациента. И получили вот такую вот достаточно разношерстную исследуемую группу, в которой я хочу обратить внимание только на несколько параметров. Ну, вот в стадии с 1Б до 2А, в стадии 1А мы не нашли ни у одного пациента. То есть оценить инвазию глубиной до 75 сотых миллиметров нам не удалось. И даже до полутора миллиметров был только один пациент, у кого это было четко задокументировано. В остальных были крупные новообразования, которые мы стадировали как 2А, как случайные находки, в том числе после геморроидоктомии, сечения анальных трещин и так далее. У большинства пациентов были более распространенные стадии, то есть это стадия 2Б, когда инвазия более 4 миллиметров. У нас было много пациентов с третьей стадии заболевания, относительно общей исследуемой группы, да и в принципе много для любого исследования. Мы понимаем, что как бы с национальным канцерорегистром США соревноваться в количестве пациентов сложно. Например, самая крупная публикация из Европы, это регистр Швеции, там всего 160 записей, у нас 93 в целом в данном анализе, и сейчас 120 общее количество, которые есть в базе. Мы ждем большей прослеженности пациентов, чтобы их проанализировать, это достаточно много. И еще один параметр, который, к сожалению, мы не смогли оценить у всех 93 пациентов, интересный, на котором я не видел, чтобы акцентировали каким-то образом внимание в литературе, это мультицентрический рост аналектальной меланомы. Что это такое? Такая вещь, которая, например, на МРТ-не у одного из наших пациентов описано не было. У нас всего было 5 человек, у которых мы отметили такой параметр, и каждый раз это была интраоперационная находка или находка при послеоперационном гистологическом исследовании. Когда мы видим вот островок аналектальной меланомы, кто сталкивался с этим заболеванием, можно даже знать, что аналектальная меланома даже при достаточно крупных размерах, почти часто, не имеет глубокого инвазивного роста. Ее можно удалить в пределах даже подслизистого слоя на большом протяжении, или в пределах мышечного слоя, медодом широкого трансонального иссечения. Почему вообще возникает вопрос от иссечения или экстерпации аналектальной меланомы? Опухоль может быть большая диаметром до 6 см, но при этом местное иссечение ее технически выполнимо. И вот у 5 пациентов имелся мультицентрический рост. К сожалению, я должен признаться, что придется верить мне на слово, потому что нам не удалось сделать качественные фотографии ни одного из этих случаев, потому что 3 из этих случаях это мультицентрический рост по данным гистологического исследования в архиве. Один из случаев, это было случайно, когда мы выполняли местное иссечение локальное, потом нашли какой-то островок слизистый на противоположной окружности анального канала, иссекли его, и уже постфактум узнали, что там тоже был островок меланомы. И один пациент, которого я оперировал в этом году, но, к сожалению, эффективной фотографии не получилось, очень кровоточивое новообразование, когда мы выполняли местное иссечение, но презентабельного кадра, к сожалению, мы не получили. Но обязательно, естественно, эта гипотеза, которая должна быть подтверждена, есть такой факт, что прианолектальная меланома может иметь не только основной узел заболевания, но и дополнительные очаги. По стадиям заболевания лечение распорядилось достаточно неравномерно. Понятно, что на ранних стадиях подавляющее большинство пациентов проходили местное иссечение. При первой и второй стадии вы можете увидеть, что там одному пациенту выполняли лучевую терапию. На самом деле это была ошибка лечения. Мы все равно оставили пациента в регистре. Исходное гистологическое заключение плоскоредочный рак. И лечили как рак анального канала. И только после этого, когда пациент на лечение вообще совсем не ответил, мы взяли повторную биопсию и узнали, что у пациента меланома. Это было не в нашей клинике, но мы отслеживаем общие результаты любых пациентов. При стадии второй Б выполнялось местное иссечение чаще, чем экстерпация прямой кишки. И практически всем пациентам при наличии регионарных лимфатических узлов выполнялась именно экстерпация прямой кишки за исключением одного пациента, которым было выполнено широкое местное иссечение и паковая лимфодисекция. У пациента была относительно небольшого размера аналитальная меланома и были метастазы в паховые лимфатические узлы с одной стороны. Соответственно, на консилиуме было принято решение о широком местном иссечении и селективной паховой диссекции. Нестандартное лечение. Пациент лечился очень давно. Я не могу сейчас ответить на вопрос, почему так. Это пациент из нашей клиники. Обратим внимание чуть позже. Но лечение при четвертой стадии достаточно индивидуально. Там были разные вещи. Многим пациентам выполняли экстерпацию прямой кишки, семи. Насколько это обосновано, судить достаточно сложно при данной болезни. Обратите внимание на характер прогрессирования аналитальной меланомы при разных стадиях. Уже по понятным причинам мы объединили первую и вторую стадию в одну когорту пациентов, чтобы она была хоть сколько-то репрезентативной. Результаты можно было интерпретировать. Но посмотрите, частота рецидивов по сути при разных стадиях у нас не отличалась, за исключением того, что при третьей стадии она была значительно ниже. Почему? Да потому, что большинство пациентов выполнили экстерпацию прямой кишки. Мы как бы видели данные литературы и наши данные коррелируют с ними абсолютно. Несмотря даже на выполнение экстерпации, обратите внимание, но очень большое количество рецидивов, 27% после экстерпации, по идее, такого количества прогрессирования местного быть не должно. Частота отдаленного метастазирования, обратите внимание, тоже слабо коррелировала со стадией заболевания. То есть она была несколько тенденций к тому, что она была выше при третьей стадии. Но, в общем, колоссальных-то различий мы не получаем по сравнению с меланомой, которая является случайной находкой. Первая, вторая стадия, у нас 56% пациентов прогрессирует в дальнейшем, а при третьей стадии, когда есть уже регионарные метастазы, прогрессирует в 72%. То есть, по сути, не такая большая разница. И наше предположение, что одной из причин, по крайней мере, частоты высокой местных рецидивов является мутицентрический рост аналектальной меланомы. И последние два иссечения мы делали с циркулярной резекцией слизистой анального канала. Мы будем продолжать набирать, совершенствовать эту методику для того, чтобы позволить ли стандартизация выполнения местного иссечения с учетом характера роста аналектальной меланомы нам снизить такую вот трагическую высокую частоту местных рецидивов опухоли. Потому что мы глубоко уверены, что если все, для большинства пациентов прогноз заболевания связан с риском диссеминации опухолевого процесса, то есть и пациенты, которые прогрессируют и страдают именно из-за неадекватности первичного хирургического лечения. Выживаемость при меланомы первой и третьей стадии, то есть это то, что мы видим в большинстве исследований. Большинство исследований не разделяют меланом по стадиям из-за малочисленности различных подгрупп. Она действительно, так же, как и по данным литературы, у нас вообще никак не отличалась. То есть что местное иссечение, что экстерпация прямой кишки, вы видите зеленые и красные полоски на этих графиках, они пересекаются, и различия между ними недостоверны. Правда, что достаточно интересно, у нас показатели выживаемости существенно выше, чем в литературе. Если в литературе они были, если помнить, на первых слайдах ниже 25%, то у нас после экстерпации вот при ранних стадиях даже до 40% доходит трехлетняя выживаемость, и даже безрецидивная выживаемость составляет 26%. Эти показатели выше, чем в литературе, но мы глубоко убеждены, у нас хорошая прослеженность в исследуемой группе, вы видите небольшое совсем количество цензурированных наблюдений, большая часть пациентов у нас очень хорошо прослежена. Вот показатели на данном слайде пятилетней общей выживаемости из литературы, где пересекающиеся две кривые выживаемости. Пятилетняя выживаемость, ну, мы сравнили пятилетнюю на данных графиках, а не трехлетнюю, для того, чтобы была сопоставимость с данными исследований. Она у нас значительно выше, чем по данным других исследований, однако общая тенденция такая же, как и по данным литературы. Если мы повторяем исследование, как бы задача науки получать воспроизводимые результаты, метод лечения, выбор объема операции не влияет на отдаленную выживаемость. Так было в данных анализа регистра СЕЕР, то же самое получили и мы. Но, если мы используем классификацию Штефану, и более детально разделяем группу аналектальной меланомы в зависимости от глубины инвазии, и более детально смотрим стадии заболевания, мы начинаем видеть какие-то уже нестандартные несколько вещей. Обратите внимание, вот слева график, то, что есть в литературе, то есть мы берем обобщенную группу пациентов, там первая, вторая, третья стадия заболевания, они имеют примерно одинаковую выживаемость. Такое деление в основном присутствует в литературе. Почему? Ну, потому что мы постараемся интерпретировать так. К сожалению, как бы, это опухолевый процесс, он следует своим законам, если у пациента судьба диссеминировать, то это не сильно зависит от исходной картины болезни при такой агрессивной опухоли. Но, что мы видим, у нас выживаемость при третьей стадии аналектальной меланомы значительно выше, чем при второй B. То есть, если мы берем вторую B стадию, при которой имеется глубина инвазии более 4 мм, красная линия справа, и третью стадию, когда, казалось бы, ситуация хуже, у пациента имеются еще и регионарные метастазы, у нас, обратите внимание, на 20% различаются показатели трехлетней общей выживаемости, кривые расходятся, эти различия тоже достоверны. Почему? Мы должны каким-то образом интерпретировать такие находки, потому что случайными они быть не могут. Мы перепроверили отдаленные результаты, кто жив, тот жив. И прослеженность в этих группах примерно одинаковая. Но мы предполагаем, что единственное объяснение, которое этому можно дать, это различие в частоте выполнения разных объемов хирургических вмешательств. Потому что при второй B стадии 60% пациентов было выполнено местное сечение, а при третьей стадии 90% пациентов прошли экстерпацию прямой кишки. Вот, собственно, график. Ну, не 60-50% пациентов, 40% только экстерпации против 80% в группе третьей стадии. И если мы сравним результаты пассея, то у нас при второй B стадии заболевания наихудшие результаты в той группе, где преобладало местное сечение. причем различия действительно достаточно значимые. В американском регистре СЕР 18%, но тут нужно понимать, что у нас частота экстерпации 40% в этой группе в базе данных СЕР была около 20%. Тоже, опять же, различия в характере хирургических подходов. Ну, я не сторонник того, чтобы демонстрировать отдельные клинические наблюдения при демонстрации как бы более полных, более доказательных данных на серии пациентов, но все-таки, учитывая редкость заболевания, что-то мы можем понять по биологии опухолевого процесса и из отдельных случаев. Вот данный, например, пациент, мы его оперировали в 2016 году по поводу первичной аналектальной меланомы с метастазами лимфатические узлы мизоректома. У него была третья стадия аналектальной меланомы. Через год пациент пришел с рецидивом. Несмотря на то, что ему исходно была выполнена экстраливаторный вариант экстерпации прямой кишки, вот вы можете видеть, рецидив был фактически в ранней промежности. Этот рецидивный узел удалось иссечь локальным методом и пациент жив до сих пор. То есть мы с ним созванивались в сентябре, это мой пациент был в свое время, и пациент жив без признаков прогрессирования заболевания. Он очень комплоентный, он регулярно, каждый год до сих пор проходит обследование. То есть это доказательство того, что в принципе хирургически, если бы мы не выбрали такую агрессивную тактику в свое время, мы вряд ли бы этому пациенту помогли. Стоит также отметить, что пациент не получал никакие виды лекарственного лечения ни на одном этапе, потому что адювантная терапия для меланомы аналектальная, не разработана, она не входит нигде в стандарты лечения ни на данных о ее эффективности. Каждый раз это была хирургия, а после хирургии в объеме R0 мы проводили мультисоперальный консилиум и решение об операции не было принято ни разу. И другая пациентка, тоже пациентка 85 лет, это пожилая женщина с большим количеством сопутствующих заболеваний, с кардиостимулятором, которая категорически отказывалась от экстерпации прямой тяжки, но и в этой ситуации мы, естественно, не настаивали. У нее была меланома анального канала, стадия 2b по штефану с глубокой инвазией и выполнено широкое местное иссечение в объеме R0. Несмотря на это, у пациентки появился параректальный лимфатический узел, он абсолютно четко и исходно заказовался в мезоректуме. Это одна из последних КТ-исследований, которые ей были выполнены. Вы можете видеть огромный узел, который исходно исходил из параректальной клетчатки. Пациентка первое время отвечала на иммунотерапию, потом ответ был потерян, и она погибла. И на момент гибели пациентки, это с момента выполнения широкого местного иссечения у нас, это было прошло 3 года, это было единственное проявление болезни. То есть мы можем говорить о том, что по крайней мере в нашей популяции абсолютно точно есть пациенты, у которых есть тенденция к длительному локальному течению на ректальной меланомы. И вот у них как раз от местного, от радикального объема хирургических вмешательств отказывать нельзя, потому что мы не сможем вылечить этих пациентов. Я не хочу делать однозначных выводов на основании вот такого достаточно разношерстной, анализа разношерстной когорты пациентов, которые мы получили при формировании нашего реестра. Но тем не менее, вероятно, что экстерпацию прямой кишки все-таки нужно рассматривать как один из приоритетных вариантов лечения у пациентов при аналектальной меланоме с поражением региональных лимфатических узлов. До тех пор, пока у нас нет эффективного метода лекарственного лечения, а у нас его, к сожалению, нет, как мы говорили во вступлении, то мы понимаем, что даже если мы часть пациентов выполним экстерпацию, которая не принесет им выздоровления, если мы будем отказывать в этом методе лечения, то мы потеряем существенную долю пациентов, судя по нашим графикам выживаемости, которых мы могли бы спасти. Вероятно, местное сечение может быть неоптимальным вариантом, если мы используем более детальное стадирование локализованных форм аналектальной меланомы даже без региональных метастазов. Потому что на сегодняшний момент я не могу говорить, что у нас при стадии 2b были настолько низкие показатели выживаемости точно за счет операции. Но другого разумного объяснения при анализе имеющегося материала нет. Больше ничем эти группы достоверно не различались. Мы думаем, что необходима стандартизация местного иссечения, потому что часть бета и вот эти показатели рецидивов до 90% могут быть обусловлены именно тем, что под широким местным иссечением в литературе могут разные люди понимать самый разный объем операций. Сделали на рентракторе каким-то образом, отсекли, вот тебе широкое местное иссечение. То наблюдение, что все-таки абсолютно точно у части пациентов может быть мультицентричный рост аналектальной меланомы, оно могло бы хорошо объяснить, почему такая высокая частота местных рецидивов. Мы возьмем при первичном формировании регистра такой показатель, как мультифокальный рост, у нас вообще не был даже внесен в анкету. То есть даже если кто-то хотел внести информацию об аналектальной меланоме из другого учреждения в наш реестр, он не смог бы уточнить этот параметр, потому что его не было. Это то наблюдение, которое мы получили уже впоследствии анализа нашего архивного материала, ну и вот случаев, которые появились за последние годы. Возможно, стандартизация операции позволит нам вернуться к вопросу местного иссечения, но уже в другом объеме и другого характера. И отдаленные результаты лечения в нашей исследуемой группе, они выше, но анализу данного компонента регистра мы придали большое значение. здесь очень высокая группа прослеженности. Возможно, аналектальная меланома именно в российской популяции набирает какие-то нестандартные наборы мутаций, которые позволяют большему числу пациентов жить с несколько более благоприятным прогнозом, чем тот, который мы имеем в литературе. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Сергеевич. Вопросы из зала, пожалуйста. Спасибо за интересное сообщение, Сергей Сергеевич. Ну, обычно аналогию с меланомой кожи проводят, и биопсию, как правило, не выполняют, когда видят образование на коже. Как следует поступать здесь? Смело брать биопсию, если мы видим в аналитном канале какое-то образование? Биопсию выполняют при меланоме кожи тоже, в том числе. Был какое-то время распространенный миф, о том, что при меланоме кожи не нужно брать биопсию, но, в общем-то, он развеян. Есть много исследований, которые показывают, что биопсия безопасна, и при аналитальной меланоме тоже был верифицирован. По одному макроскопическому строению он ректальной меланомы. Наверное, если он пигментный, то, конечно, можно поставить диагноз сразу, но для безпигментных образований абсолютно точно нам нужна верификация. Спасибо. Как раз коснулись второго вопроса, который у меня возник. Беспигментная меланома в этой зоне. Насколько часто она встречается? Была ли она в нашей практике, в литературе? Что говорит об этом? Она была, по-моему, у нас почти 50 на 50 группа разделялась 40 с чем-то процентов, 42 или 44. Этот слайд, поскольку у нас лимит времени на обсуждение, я его не стал приводить, но беспигментные меланомы у нас были. Мы сравнивали группу пигментной и беспигментной меланомы в рамках одного из поданализов, потому что было любопытно, влияет ли это как фактор прогноза. К сожалению, нет. Единственное, что при беспигментной меланоме было больше у пациентов с первичным множественным злокачественным образованием. Почему-то. То есть, в принципе, если там доля ПМЗНО это пациенты, которые, в принципе, накапливают какой-то, имеют предрасположенность к развитию злокачественных новообразований, самых различных. Там не удалось установить тенденцию, что это там новообразование ЖКТ или другой системы органов. И при беспигментной они встречались чаще. Но других различий в исследуемых группах не было. Спасибо. И последний вопрос, если можно. Интересная болезнь, достаточно агрессивная, но также встречаются случаи, когда она сама без лечения уходит. Во всяком случае, для меланомы кожи описано. Какие данные по нашей зоне известны? Ни одного аналогичного случая при аналектальной меланоме в нашей исследуемой группе не было. Спасибо. У этих 92-х пациентов. Пожалуйста, еще вопрос. Сергей Ксенгельевич, спасибо. Продолжая аналогию из кожи, из прямой кишки, очень интересно понимать, какие данные есть по паттерну лимфогенного метастазирования. У нас есть, как минимум, паховые лимфоузлы, у нас есть латеральные лимфоузлы, у нас есть привычные для колоректального орлорака метастазированные в верхней брюшечной артели. Как часто встречаются метастазы там и какая роль хирургии для каждой из этих групп при меланоме анального канала и кожи? Более 60% пациентов, опять же, этот анализ есть, мы можем потом в частной беседе показать более точные цифры, это метастазы, исключительно изолированные в мезолектальные лимфатические узлы. На второй части по частоте встречаемости идут изолированные поражения паховых лимфатических узлов, и вот один пациент с четвертой стадии заболевания, на котором я как раз хорошо, что вы задали этот вопрос, у меня есть возможность про него рассказать подробнее. Этот пациент после широкого местного иссечения паховой лимфодисекции жив более 10 лет, жив до сих пор. Он пациентка, и мы как раз созванивались с ним тоже в этом году для того, чтобы обновить, пригласить ее на очередной контрольный осмотр. То есть это очень длительные результаты, и паховая диссекция тоже может помочь. У нас, к сожалению, нет ни одного случая долгосрочной выживаемости у пациентов с поражением тазовых лимфатических узлов. Здесь может быть множество факторов, насколько адекватно была выполнена тазовая диссекция. Пациенты с поражением тазовых лимфатических узлов чаще имели более широкое лимфогенное распространение. То есть это было поражение и мизолектальных, и тазовых. Изолированного поражения тазовых лимфатических узлов в группе не было. Возможно, вот у них более негативный прогноз, и для них уже большая травматичная операция будет избыточной. Потому что пациенты с паховой диссекцией всегда это было один-два узла. Пациенты в мизолектальной клетчатке имели тоже один-два метастаза. Пациенты с поражением тазовых лимфатических узлов имели чаще всего запущенный пухолевый процесс и имели раннее прогрессирование. Спасибо. Нет больше вопросов. У нас вопрос из чата. Есть ли место поиску и биопсии сигнального лимфатического узла при меланоме анального канала 2А-2Б стадии при решении вопроса об объеме операции? Это замечательный вопрос. Вероятнее всего есть. И даже такие публикации есть в литературе, поскольку это метод, который очень хорошо распространен при меланоме кожи. Мы знаем и при меланоме слизистых опыт применения такой методики существует. Он опубликован и вроде как он положительный. Да, но лично у нас в клинике такого опыта нет. Возможно, это одна из методик, которые нужно будет рассматривать для внедрения в ближайшее время. Очень сложно перспективно что-то планировать, когда ты видишь таких пациентов 2-3, максимум 4 раза в год. У меня есть два вопроса. Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Сергей Сергеевич, с завершенным исследованием. Это первая статистика в России, которая опубликована. Я это совершенно уверенно говорю, о том, что у нас не было таких данных опубликованных. Мой вопрос такой. Не пробовали вы сделать более углубленный статистический анализ, например, кокс-регрессионный анализ, для того, чтобы посмотреть, какой фактор все-таки дает больший вклад в выживаемость операции или стадия? Ну, то есть, провести мультивариантный анализ, для того, чтобы понять, что является фактором риска ухудшения выживаемости стадия или местное сечение? Да, мы проводили, мы не получили каких-то достоверных результатов. Я думаю, что вопрос в чем? Все-таки исследуемые подгруппы, они малы. То есть, у нас всего 23 пациента с третьей стадии, даже если она вклад на какую-то операцию имеет, но при третьей стадии заболевания настолько одному пациенту выполнено местное сечение, всем остальным либо лечили паллиативно, либо выполняли экстерпацию. Вклад, соответственно, метода хирургического лечения вот в этой подгруппе проанализировать невозможно. А подгруппа пациентов, которых всего 26 со второй Б стадии, которая наиболее интересна, потому что мы думаем, что первые 2А при правильном выполнении широкого местного сечения можно местно иссякать. 2Б, крупная и локальная аналектальная меланома, возможно, там есть роль экстерпации прямой кишки, которая как бы ушла в литературе из-за того, что не использовалась более подробная система стадирования. Опять же, мы их разделяем на 10 и 12 пациентов, и методом кокс-регрессии мы эти различия на данный момент не уложим. То есть тут необходимо продолжать собирать материал. Ну, к счастью, вот только вчера в нашем регистре появилось еще 2 записи. У нас есть коллеги из Краснодара, которые нас смотрят сейчас. Живые трансляции, они с нами связались вчера и сказали, что у них вот еще 2 пациента в этом году было, и внесли данные в регистр. Если мы таким методом, благодаря будем пропагандировать эту работу, и соберем данные из разных центров, то я думаю, что через год, через два, мы уже, может быть, сможем и такой анализ тоже провести. Ну, и вот в контексте того, что Вы обнаружили у наших больных, я Вам приведу примеры своей практики. У меня был пациент, у которого я выполнил местное сечение, два года был локальный контроль, потом появился рецидив, опять местное сечение, и первый, и второй раз это было сделано через трансональную эндомикрохирургию, и уже через год стало понятно, что местное секать нельзя, опять возник рецидив, пришлось сделать экстерпацию, но суммарно получилось, что, ну, во всяком случае, три с половиной года была выживаемость без тома. Вы знаете о таком показателе при раке анального канала, широко, да, выживаемость без тома. Как бы Вы могли прокомментировать здесь ситуацию? Стоило делать экстерпацию, или стоило все-таки попробовать местное сечение и подоблюдать за этим больным? Это достаточно сложный вопрос, потому что нужно индивидуально, насколько мы бы обсуждали этот вопрос с пациентом, мы, возможно, рассматривали бы с ним вопрос о выполнении экстерпации. Та же самая пожилая пациентка, про которую я говорил, ей выполнял местное сечение в 2016 году, но я на слайде на том не рассказал ее историю. И до этого в другой клинике тоже специализирована, это была клиника управления президента в 2013 году, тоже с хорошим протоколом операции, обоснованного полностью широкое местное сечение, скорее всего, в адекватном объеме. И она пришла ко мне с рецидивом, но через три года. Она три года жила со своей кишкой. Но после моего местного сечения уже возник рецидив из лимфатического узла, и в итоге у пациентки было прогрессирование тоже, по сути, локальное, которое в итоге привело, к сожалению, к гибели. Вопрос в том, правильно ли я выполнил и повторное местное сечение. Я не знаю, с учетом моего функционального статуса, наверное, другого варианта не было в конкретном клиническом случае. Но возможно, вот ей бы экстерпация принесла выздоровление на тот момент. Возможно. И у меня маленький комментарий относительно биопсии. Биопсию надо делать. И у меня было два случая таких вопиющих, когда несколько месяцев общие проктологи лечили по поводу внутреннего геморроя, который очень похож и действительно синюшного цвета, узел, и воспринимали это как внутренний геморрой, давали свечи и так далее, и так далее, пока до конца не пришла в голову мысль о том, что что-то здесь не так. И биопсия подтвердила, у молодых пациентов подтвердила, что это пигмент на меланомах. Поэтому брать биопсию надо. Да. Так, пожалуйста, еще есть вопросы? Ну, в таком случае мы исчерпали повестку на сегодня сессии. Спасибо большое, Сергей Сергеевич.